15 июля стартовала специальная программа студенческого туризма в России. Молодые люди, обучающиеся в вузах, имеют уникальную возможность побывать в разных уголках нашей страны. Одной из таких точек на туристической карте студентов стал Казанский университет. Программа студтуризма в пилотном режиме реализуется в 15 вузах страны. В проект вошли в вузы, которые выбраны по результатам опроса студентов. Казань и Татарстан стали одними из самых популярных направлений. Казанский федеральный университет – единственный вуз Татарстана, вошедший в этот список. Как прокомментировала директор департамента по молодежной политике Казанского университета Юлия Виноградова, на данный момент от студентов поступило 178 заявок. Принять их могут до 15 августа. Ограничение временных рамок связано с началом процедуры заселения в общежитии КФУ. Для участников программы выделено порядка 100 мест. Проживание студентов в деревне универсиады обходится 100 рублей в сутки. Питание либо за счет студента, либо за направляющие организации. И также, когда принимающие организации, мы обеспечиваем их, мы встречаем, мы консультируем по поводу туристических маршрутов, время здесь нахождения, подсказываем, консультируем, как можно организовать свой день. И также вместе со студентами их сопровождаем здесь. Студенты могут приезжать как индивидуально, так и в составе групп. Программы пребывания рассчитаны от 3 до 5 дней. Аспирант первого года обучения МГУ Валерия Гнатовская приехала вместе с подругой на 3 дня. Она рассказала об условиях проживания в деревне универсиады. Мы приехали в деревню универсиады, нас очень быстро заселили. Общежитие квартирного типа, что очень сильно радует, потому что внутри есть и своя мини-кухня, причем до мелочей всяких, то есть и духовка, и холодильник, и все-все-все, что нужно. Туалет, ванна тоже находится там. При этом у нас комната на 4 кровати, но мы живем с подругой вдвоем. Соответственно, тоже это не может не радовать, очень много свободного места. Специалистами вуза разработано несколько туристических программ, охватывающих главные достопримечательности Казани и Татарстана. Отметим, активное участие в проекте принимают и студенты Казанского федерального университета. Несколько групп обучающихся уже посетили Великий Новгород, Владикавказ и Ростов-на-Дону. Студентка 4 курса и ФМК Казанского университета Эмма Закирова побывала во Владикавказе в Северо-Осетинском университете. Северо-Осетинский государственный университет принял нас очень радушно и очень тепло. Мы посетили горы, посетили ущелья, посетили великолепное население 10 века, невероятные просто пейзажи, шапки снежные. Это все незабываемо до мурашек и очень хочется вернуться. Студенты российских вузов могут посетить разные города, проживать в общежитиях университетов. В вузы, как принимающая сторона, организуют культурно-опознавательную программу, встречи с представителями студенческих общественных организаций и объединений, познакомиться с достопримечательностями университета, города, региона и молодежными объектами. Елизавета Никитина, Радмир Сифулин, Универ Ньюс.